Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Истинно верующий, кто это? Это действительно вера как таковая не всегда приближает к истине. Это может быть вера ложная, это может быть вера, которую человек даже верой не называет, он может сказать, ой, я не верующий. На самом деле все равно вера подразумевает некоторые убеждения, ну то, что, например, я существую, то, что я могу мыслить, то, что передо мной какие-то предметы реально есть, все это объекты веры. Понятное дело, истинно верующий человек это в любом случае человек религиозный, то есть человек, который связывает свое понимание, свое убеждение с тем, что есть Бог и с ним можно контактировать. Однако, если и дальше конкретизировать, то, конечно, нельзя сказать, ой, ну ладно, все люди верят в Бога, и поэтому, раз люди все верят в Бога, ну не важно, кто там как верит, все молодцы. Не, конечно, люди могут и как-то справедливо поступать, и заботиться от других, но все-таки Господь наш Иисус Христос дает достаточно недвусмысленные указания от того, что истинная вера связана с верой в Святую Живоначальную Троицу. Господь подчеркивает, что нужно верить в Него. Так в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, Господь говорит, Господь поясняет, что вот Бог посылает сына своего мира, сына своего, то есть себя, и говорит такие слова. «Верующий в Него, в сына, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И все Евангелие от Иоанна, если мы его сравним с другими евангелистами, оно куда больше пропитано, меньше там каких-то чудес, исцелений, а больше некоторых бесед. Бесед, в том числе вот к вопросу веры, веры истинной, Господь постоянно возвращается, потому что уже в той же главе Господь в конце, уже в самом последнем стихе говорит, «Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Именно здесь для нас показатель того, что невозможно истинно верить и не верить в Христа, Сына Божию. Это имеет отношение и, конечно, к людям других религий, это имеет отношение к людям, которые считают, что как-то жизнь свою от Библии отталкивают, потому что есть и древние ереси, и современные секты, которые не признают Христа Бога. Как мы видим, библейский текст с этим абсолютно не соглашается. Если мы продвинемся чуть дальше, в 14 главу Евангелия от Иоанна, то там Господь говорит еще вот такие слова. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». 21 стих. Кажется, вот тут про веру ничего не говорится. Там-то было про веру, а здесь говорится про любовь. Но на самом деле, зачем Господу снова и снова повторять, вот надо верить в меня, надо верить в Отца? Нет, Господь показывает, как определить, есть у тебя вера истинная или нет. Потому что если ты веришь в Христа, но заповеди его не соблюдаешь, то таким образом у тебя нет к нему любви. Ну, можно сказать, ну ладно, любить-то у меня нет, да, заповеди я не соблюдаю, но вера-то есть, а Господь вот там по вере обещал, что жизнь вечная будет. Надо понимать, что апостолы, когда они шли, благовествовали Евангелие, когда они писали свои послания, они не добавляли какое-то новое знание, а они осмысляли слова Спасителя, которые сами слышали, которые Дух Святой в сердце их вложил. Поэтому для нас очень важны слова апостола Якова, который в своем соборном послании во второй главе говорит, прочитая целый отрывок с 14 по 17 стих. «Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что польза? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Вот этот принцип апостольский, вера без дел мертва, это очень важный предохранитель от того, чтобы думать, вот, я христианин, ну потому что я правда верю в Троицу, я верю в Христа. А если нету дел, если нет соблюдения заповедей, если нет любви к Богу, то ты к Нему не приближаешься. А то же, что Господь говорит в Евангелии от Иоанна, который уже мы неоднократно сейчас за этот коротенький отрывок процитировали, что «я путь истины и жизни», говорит Христос. «Тот, кто идет по мне, наследует жизнь вечную». Вспоминаем, тот, кто верит в Сына Божия, наследует жизнь вечную. Тот, кто идет по этому пути, по пути и истине, а вот у нас истинно верующий было в вопросе, тот идет, тот наследует жизнь вечную. Идти по этому пути, уподобляясь Христу, можно только если ты соблюдаешь заповеди и исполняешь дела, дела любви по отношению к ближнему, по отношению к Богу. Поэтому, дорогие братья и сестры, помним слова апостола Якова, что, которую он чуть дальше сказал, что и бесы тоже веруют, и трепещут, и правда, они куда лучше, они духовные существа, нас-то от веры может тело отвлекать, наши заботы какие-то, а вот бесов ничего не отвлекают. Тела у них нету, каких-то телесных беспокойств, проблем у них нету. Они знают, что Бог точно есть, они знают, что Бог троится, они ему служили, они его знают куда лучше, чем мы, но на каком-то рациональном уровне. Но мы можем куда глубже почувствовать и понять Христа, если будем ему подражать, потому что бесы никак не меняются, а мы должны меняться, меняться для того, чтобы приблизиться ко Христу. Поэтому человек, который считает, ой, я христианин, даже, возможно, иногда молится, заходит в храм, а это там свечки ставит, или даже считает, что я христианин, и, в принципе, даже в таинствах церкви участвует, что тоже уже, в принципе, достижение. Но при этом Христа не любит, заповеди его не соблюдают. Причем даже, может, не соблюдают, что не, я, в принципе, готов соблюдать, но, может, вместо этого я приду на исповедь, покаясь в том, что я это заповеди не соблюл, но и, в принципе, ничего страшного. Нет, если нету такой установки, то эта вера не истинная. Даже если ты Библию носишь в руках, закон Божий, даже если ты там крестишься по православному, вера уже перестает быть истиной, если ты не поступаешь по-христиански. И поэтому на страшном суде Господь описывает эту коллизию, потому что грешники говорят, Господи, как-то мы тебе не знали, как-то не помогали. Да нет, вот мы, христиане, истинные верующие люди, возьми нас в Царство Небесное, Господь говорит, не зная вас, идите в муку вечную, потому что с вами я не знаком. Поэтому, дорогие братья и сестры, если мы верим в Христа, Сына Божия, это уже истинное направление веры. Но помимо того, что надо в нужную сторону направить свой ум, свое чувство, свое тело, свою веру прежде всего, помимо этого надо в этом направлении и продвигаться. А это возможно только с помощью дел любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова